Всем привет! Это канал из СО. Сегодня у нас очень интересная тема будет видео. Обычно мы рассказываем, какие же наши станки крутые. Давайте проверим, так ли это на самом деле. Сейчас я подойду к нашему гибщику без предупреждения, который работает у нас уже достаточно долгое время. И он расскажет обо всех плюсах, минусах, обо всех сложностях, с которыми он сталкивался во время работы, а также о преимуществах и удобствах наших станков. Пойдемте! Денис, привет! Слушай, у нас такое видео интересное. Мы хотим показать нашим зрителям вообще о реальной работе на станках серии ГП. Ты такой уже опытный специалист, давно работаешь. Расскажи, пожалуйста, вот с чем ты сталкивался, допустим, какие-то нюансы. Может быть, что-то тебе особенно нравится в работе на станке, удобство и прочее. Короче, плюсы и минусы, все как есть, все по факту. Ну, давай начнем. Что, во-первых, станок серийный, то есть есть ГП-20, ГП-30, ГП-60. Это очень удобно в зависимости, то есть какие витки мы гнем. То есть больших размеров удобно на большом станке ГП-60. Маленькие витки здесь более продумано, как бы, чтобы все для маленьких размеров. Ну, можно наглядно посмотреть, то есть можно здесь подправить. На ГП-60 такого уже, допустим, ну, здесь расстояние будет больше и недостаток такой есть, что не сможем поправить. Поэтому на ГП-20 проще витки делать маленькие. На ГП-60 более, ну, больших размеров. Что? Станов очень прост в управлении, то есть две педали. Программа настраивается по техническому заданию. Ножи. Ножи имеют большую оснастку, то есть можно разных категорий сложностей витков исполнять, во-первых. Разной геометрии. Замена ножей происходит буквально там, ну, 4-8 болтов открутили и все, уже можно настроиться на другой виток. Что еще? Ну, очень просто в управлении, да, я говорил уже, в обслуживании тоже очень, в принципе, что-то две салотницы и гидронасос, который, в принципе, там свой фильтр имеет. Масло можно там менять уже намного реже. Ну, в принципе, вот как-то так. О, Денис, ты прям просто шикарно рассказал об этом станке. Расскажи, может быть, о каких-то нюансах работы. Нужны ли особые навыки, или это прям все легко и просто. Вот как можно научиться работать на этом станке? Ну, давай. На самом деле, любое дело должно иметь практику. То есть без практики никаких условий мы не добьемся. Да, то есть практика должна быть, во-первых, что? Надо видеть геометрию витка, допустим, как он исполнен, допустим, померить его правильно. Это тоже практики, навыки имеют какие-то, ну, дополнительные. Надо видеть, допустим, глаз наметанный быть, чтобы, допустим, диаметр сравнить. Там бывает, что ты так на просвет виток смотришь, можно диаметрию его поймать. То есть, ну, неопытным глазом, допустим, ну, соответственно, ты этого не увидишь. Ты не поймешь, что, допустим, надо внести изменения, там, корректировки какие-то лица, там, отклонения какие-то правильно высчитать. То есть, ну, это, да, действительно, должна быть практика на этом. Да. Ну, то есть неопытные специалисты пользуются специальными инструментами, чтобы все измерять. Опытные специалисты, как бы, уже попадают, можно сказать, в точку. Да, да, то есть, да, допустим, неопытный, он может, там, ну, допустим, раза три прогонять виток, четыре, там, поправлять. Опытный, он уже, вот, у него, там, с первого раза, может, ну, так, ну, есть сложные витки, которые с первого раза все равно не получатся. Но, как бы, глаз, когда намет, он уже и рука, ну, понимает, что делает, тогда уже намного быстрее и проще это все делает. Все, спасибо тебе большое за обратную связь. Ну, вот такое интересное интервью у нас получилось с нашим випщиком. Скажите, если вообще вам такой формат нравится, делать ли больше таких интервью с нашими сотрудниками? Если да, то пишите нам в комментарии. А также я напоминаю, что у нас действует заморозка текущих цен на наши станки. Последние пять штук серии ГП, которые вы можете успеть приобрести до конца этого года. Всем пока, увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok